Санкция, короче, я звонил, телефон не работает, бла-бла-кар тоже не работает, то есть я никак не мог как-то, ну, по-левому добраться от дома, поэтому я только с друзьями уехал ночью, они приехали, и мы уехали сюда, более-менее безопасно, я думаю, вот. Вот, а сейчас, в принципе, ну, если вы смотрите новости, я, в принципе, тоже не смотрю, но листаю ленту, говорят, что в США уже идут дикие бунты, типа, чтобы Трамп снял карантин, я думаю, то, что это, в принципе, все и перерастет вообще и в России, такую историю. В Германии, кстати, Леся, скажи, пожалуйста, вас сняли там карантин? Я просто брату сегодня не звонил в Германию, мне интересно, потому что, ну, по слухам, то, что там уже все норм, аэропорт открывает потихонечку и все такое. Я просто думаю, то, что, ну, и вообще, в принципе, если все-таки ситуация будет продолжаться в России, то в России тоже начнется бунт, я не знаю, там люди выйдут все на Болотную. Ну, хотя основная масса людей, мне кажется, уехала себе в регионы, мне. Надо маску носить. Мне, кстати, мама сейчас такая говорит, типа, возьмешь маску? Я говорю, нет, не возьму. Маска нужна, ребята, маска нужна для людей, которые болеют. Если ты болеешь, то чтобы не заразить своего товарища, своего соседа, своего близкого человека рядом, находящегося, нужно ее носить. И то, ну, я мало верю в то, что вот эта тоненькая масочка тебя, блядь, от чего-то спасет. Ну, это смех, на самом деле. До пятого мая продлили. Ага. А я слышал, что наоборот уже, типа, все нормально стало. Да, бунты, скорее всего, будут. Но, блин, не хотелось бы, чтобы это было, потому что у нас здесь менталитет очень тяжелый в России. И люди своеобразные начнут бунтовать, выделаться. Да, блин, я скажу больше, что коренные москвичи, которые сейчас остались, наверное, в Москве, никто на улицу не выйдет. Это такие, знаешь, такие студяки, типа, студенты, такая молодежь, которая откуда-то приехала. Такие тогда, наверное, они будут выходить, что-то выделывать. Охренеть будут сидеть, закупаться туалетной бумагой, перчатками, блядь, и сидеть ни хера не делать, я больше, чем уверен. Рестораны, клубы, бары закрыты до 31 августа, блядь. Ну да, очень круто, на самом деле. Общественное питание, бизнес, наверное, да, потерпел самый большой удар на себя, принял. Сколько молодежи осталось без работы, просто. Сколько людям сейчас придется осваивать новые профессии. Но, с одной стороны, конечно же, это хорошо, то, что ты будешь постигать что-то новое, развиваться в каких-то других направлениях. Но. Но. Я херов знаю. Блин, почему у меня переключается камера постоянно? Ксенька Шаповалов, привет. Шаповал, привет. Маски бывают разные. Белые, синие, красные, ага. Знаешь, кого-то из заболевших лично нет, не знаю. Маска не нужна на улице, зачем? Миха, привет, Ксюша. Федя, привет, родной, я приехал в Рязань сегодня ночью. Я в Рязани. Ну, я сомневаюсь, что иммигранты будут бунтовать. Иммигранты, как это сказано. История интересная, я вот приехал домой, как уезжать я буду. Отсюда, честно, не знаю. Конечно, у меня есть вариант. Благо, у меня есть люди, знакомые в такси, у которых есть разрешение, справка и так далее. Меня могут отвезти просто-напросто в Рязань. Ходят в Москву. А так, в принципе, как уезжать, я не знаю, потому что электрички даже, мне кажется, по-моему, не ходят. Но это не точно, я не узнавал еще. Буду звонить через пару деньков, интересоваться, смогу ли я уехать вообще или нет в Москву. Потому что в Рязани я, в принципе, долго не смогу находиться. Как-то так. После закрытия карантина прилетай в Германию. Блин, я честно тебе говорю, я очень хочу прилететь в Германию. Но, чтобы прилететь в Германию, мне нужно будет устроиться на работу и заработать денежек. На работу и нужно будет заработать денежек, чтобы было на что улетать. Потому что, потому что здесь денежки закончились с этим карантином уже целиком. Вот, как-то так. Финансы поют романсы, блядь. Ходят электрички, но, блин, я посмотрю обязательно, ходят или нет. Потому что это нужно будет сделать сто процентов. Но я скажу так, что вот в Рязани везде ходят люди. В Рязани, в принципе, в принципе, интересные люди живут. Ни одной маски я еще не видел. Чтобы у кого-то была надета одна снуха маска. А, не, хотя у одного видел. Чего какой-то, проходил минут 10 назад. Мигранты кушать нечего. Работают, ну, может быть, может быть, да. Что там Ивановс из колонн? Ой, я не знаю, что у них. У них вечные баталии, вечные терки. Вообще, я думаю, что у них все будет хорошо. Как-то так. А так, вон, все нормально. Общественный транспорт ходит. Люди ездят. В Рязани, кстати, хорошая погода. Ну, а хорошая. Дождик был. Но не холодно, ветра нет. Прикольно. Милена, привет. Привет, привет, привет. Всем привет, ребят. Вот. Короче, я очень надеюсь, что завтра, послезавтра будет солнышко, все подсохнет. И я очень хочу погонять на доске по городу. Да, я доехал, все нормально. Я в Рязани. Жив, здоров. Хожу, наслаждаюсь красотами собственного города. Ну, не собственного, а своего города. Так, наверное, будет грамотно сказать. Кстати, всех с праздником, верующих, кто вновь вошедший в чат. Мы с Ксюшей не вместе уже, как полтора месяца. Мы разошлись. Такие красивые зубы с корица у меня, да. Нужно чистить их. Красивые зубы. Воите на воскресе, спасибо. Спасибо. Хотя бы травка зеленая вылезла. Это радует уже. Скоро будет тепло. Красиво здесь будет. Тот аккаунт восстановить можно, но за деньги. Если только заплатить хакерам, короче, энную сумму денег. Вот. Но у меня пока что нет этой возможности. Я пока что буду пробовать иные варианты, писать в техподдержку и все такое. Он у меня не заблокированный. Я его сам временно, временно, короче, удалил сам лично. Но напортачил там с двухфакторной защитой, короче. Теперь не могу просто-напросто войти в свой аккаунт, потому что у меня двухфакторная защита просит сгенерировать шестизначный код от приложения. А приложение у меня, короче, там дико затупило. И, собственно, все. Обидно, конечно, у меня там было 11-12 тысяч подписчиков, наверное. Обидно, досадно, но ладно, все. Я даже, честно говоря, вообще не хотел заниматься потом инстаграмом так вот снова. Начал, что-то поперл, говорю, ну давай, буду выкладывать эти видосики. Я, наверное, уже многих здесь отдалел, тем, что я выкладываю видосов столько много в вашей ленте. Ну, мы расстались, потому что потому что расстались. Почему люди расстаются? Ну, значит, что-то их не устроило. Значит, они где-то в чем-то немножко разные. и все, но такое бывает, господи, что это жизнь. Но главное, что мы, в принципе, более-менее на доброй ноте разошлись. Мы там поблагодарили друг друга, мы друг другу благодарны, у нас есть определенное уважение друг к другу, и это самое главное, то, что мы там не избили друг друга, никуда не послали и все такое. Все на доброй ноте. Как-то так. Как дела обстоят в Москве, я не знаю, я из Москвы уехал. Сегодня ночью я приехал в Рязань. Родной городок. Сейчас жду друга и пойдем с ним гулять. Тут болтаем, потому что я в Рязани уже не был, наверное, полтора или два месяца. Но, может, больше, не помню. Ну, я вам скажу, люди здесь ходят. кто-то идет в масках, но у всех маски вот здесь вот на подбородке, короче, и никакого смысла нету от того, что они носят маски. Так, ребята, все. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok